Всем привет друзья, с вами Варчик, взял на Т-103 три отметки. Считаю, что взять на этом танке три отметки это прям реально какое-то достижение в плане превозмогания и открывания в себе каких-то новых специальных каких-то невероятных способностей, которые можно спокойно приравнять к геройским наверное. По традиции начнем обзор танка с брони. Она у этого танка местами есть, а местами ее нет вообще. Грубо говоря эту броню можно назвать 60 миллиметров на восьмом уровне. Танк не льготный, просто обычная прем-восьмерка, птшка, огромная размером с бабаху, размером с мауса. Будьте уверены, что когда обои загружаются вокруг вас, никто не будет больше, чем ваше ведро. И у нашего ведра спереди три лючка 60 миллиметров один, 60 миллиметров второй, 60 миллиметров третий. Ну наверное все остальное бронированное. Нет, НЛД 60 миллиметров, полоска выше НЛД 128, ВЛД 60 миллиметров, полоска выше ВЛД 120 миллиметров. И вокруг башни огромная консервная банка толщиной 100 миллиметров по кругу, ты как ни крути всегда 100 миллиметров. Что тут может танкануть? Ну если попадут в край лючка, если попадут случайно там в какой-то бортик, или реально в попадут, хотя тут легко пробить везде. Тут даже есть надгусеничная полка, чтобы ну точно никуда не промахнуться. Плюс у нас огромная здоровенная вообще дыра под башней. Очень часто пробивается погон башни, и башня ломается чуть ли не по два раза за бой. Если мы захотим танковать обратным ромбом, где казалось бы приведенки много, и тут есть скосы, все классно, офигенно, но здесь есть такие квадратики 60 миллиметров, которые нам не позволят это делать. Плюс крыша двигателя наклонена будет к врагу, и вы тоже не сможете танковать ее на 30 миллиметров. И сама жопа 60 миллиметров. Плюс та же самая надгусеничная полка. К тому же у нас крыша ватная, 30 миллиметров будет пробиваться по правилу трех калибров, но выше нас никто никогда в жизни не будет, поэтому шанс, что вам в крышу попадут маленький. В общем броню можно назвать 60 миллиметров, но во лбу башни действительно броня есть. В маске тут бывают 400 миллиметров, 270, 260. Там где нет наклона, возле маски 220 миллиметров, очень большая область, которая легко пробивается. А голдой девяток и десяток можно пробивать эту башню в лоб, куда попало. Главное не попадать в щеки, где много приведенки. Просто в центр башни стреляешь и тут шансов не пробить очень мало. А если точность хорошая, можно стрелять в любой из доступных лючков, можно стрелять в лд, в любую из плоскостей, куда попало. Шансов на этом танке танкануть очень мало. При этом критуемость огромная. С броней мы познакомились и поняли, что она так себе. А если такую так себе броню натянуть на такой огромный размер, то и получается, что она вовсе не очень. Давайте же познакомимся с остальными параметрами танка. Альфа 440. Но по факту эта альфа не плохая, не хорошая. Есть точные ДПМ-ные пушки с альфой 400 у премпт-8, с которых реально классно попадать. А есть пушки немножко более трудные в использовании, но там альфа 490, 520, но у нас посередине, ни туда ни сюда, 440. Но альфа, чаще всего, которую я видел, это 380. Да, бывает, что вылетает и по 500, но чаще всего я видел именно 380. ДПМ у нашего танка 2.300, который легко разгоняется до 3000. Точность 0.36, сведение 2.3. Эти цифры тоже легко разгоняются до точности 0.31 и сведение 2 секунды. Вот получается, что у нас точность 0.31, быстрое сведение, ДПМ 3 косаря, альфа 440 по факту 380, пробитие ББшкой 258, а голдовая ББшкой 307. Вроде замечательный параметр, все классно, круто, офигенно, но... Вспоминаем про наш размер. Танк размером с бабаху, мауса, чуть ли не вместе взятых. Скорость поворота корпуса 30 градусов, казалось бы, ну не так уж и плохо. Но! Скорость поворота башни 15 градусов, но наверное у нас классная стабилизация? Нет! Со скоростью поворота башни 15 градусов у нас еще и плохая стабилизация. Только шелохнешься на микро миллиметр, как сразу же прицел разлетается на весь экран и заново сводись своими двумя секундами. Вспоминаем про наш огромный размер и никто не будет в нас сводиться никакие 2 секунды. Пока мы делимся со своими сведением 2 секунды, враги нас уже изрешетили и сделали из нас консервную банку. Но эта пушка не попадает, если не свестись полностью. Даже больше скажу, если даже свестись полностью, она тоже не всегда попадает. Но если не свестись, она точно практически никогда не попадет, всегда летит все в край. От малейшего движения наша стабилизация делает прицел на весь экран. Это до того отвратительно. Вот вся эта совокупность параметров. Что танк получается по сути какой? 3000 дпм в землю, бронирование 60 миллиметров, альфа 380. Ну по сути вкусно, танк понравился. Так может быть у нас же есть же броня во лбу башни, которая по факту 220 миллиметров во лбу. И дай бог если враг попадет в щеку, а не в центр, не в лоб башни. При том, что у нас еще и огромные лючки везде по 60 миллиметров. Так-то оно так, иногда этот танк танкует, это прикольно. Но у нас хп 1250. Нам не то, что до тяжелого танка далеко, даже до средних танчиков далеко. Нашего хп не хватает. Очень часто бывает так, что мы 1-2 выстрела получили, в зависимости смотря еще от кого. И мы уже шотные. Бывают такие бои, что мы просто 2 тычки получили и конец. А бывает такое, что мы 1 тычку получаем и все, и уже практически там 0 хп. Знаете почему? Во-первых, потому что критуемость. Вспоминаем, когда мы броню рассматривали, я упомянул про критуемость. Два раза сломанная башня за бой? Легко. Два раза загореться за бой? Еще легче. Не дай бог вам стрельнут в борт. Можете считать, что ваш танк уже горит. Так что у нас получается? Бешеная критуемость. Один из самых больших танков по размеру в игре. Весь обставлен этими стопочками 60-мм по кругу, как будто бы танкисты забыли их забрать после пьянки. 3000 дпм, которые очень тяжело реализовать. И танк уже получается отвратительный. Он реально мешает играть. Если вы играете как тяжелый танк, вам мешает скорость поворота корпуса, скорость поворота башни, огромное количество уязвимых зон. Так еще и то место, которое самое бронированное, оно еще и не так уж сложно пробивается. Так может быть этот танк очень хорошо фармит серебро? Как бы не так. Дорогой основной снаряд. Он стоит реально косарь. Просто бешено вливаешь серебро в землю. Если хочешь пострелять голдой, то голдовый снаряд стоит 4800, грубо говоря 5000. И ты с той же скоростью 3000 дпм в минуту стреляешь 5000-ми кучками серебра в землю. Поскольку малейшее недосведение, снаряд не попадает. Может быть вы думаете, что я наговариваю, но я каждый раз после того, как поиграю на танке, открываю статистику стрельбы, где четко черным по белому написано. Количество выстрелов, количество попавших выстрелов из выстреленных, и количество из тех, которые попали, сколько пробило. Так вот, я посмотрел эту статистику, на Т-103 самый плохой процент попадания и самый плохой процент пробития среди всех премтанков, которые я с 2013 года играл. Хуже не было ни одного танка. На нем реально неприятно ни играть, ни попадать, ни тащить, ни фармить серебро, потому что ты либо тысячами стреляешь мимо, либо пятью тысячами стреляешь мимо. И что я вам хочу сказать, хуже чем этот премтанк, не фармит ни один премтанк. Если вы будете играть сверх агрессивно, ваш танк будет постоянно рассыпаться, поскольку он не может играть агрессивно, как тяж. Иногда немножко выставиться от башенки, где-то там не сильно наглее, пару тычек дать и отправиться отдыхать можно. Но постоянно играть нагло, активно, агрессивно не получится. Играть как истинная ПТ, кустик, сетка рога на 500 метров кемперить, тоже не получится. Постоянно придется пересводиться, стабилизация нас заставит заново все сводиться, снаряд вдаль летит так себе, поскольку это ББшка, она летит не быстро, да и к тому же она не часто летит в середину. Поэтому как ПТ, кемперить тоже неприятно. Да, какие-то снаряды залетают, но не так уж и много. И точность 0.31, по ощущениям, ее там и близко нет. Поэтому, чтобы взять на этом танке три отметки, нужно поставить досылатель, вентиляцию и закалку. А геймплей нам понадобится следующий. Это смесь всех на планете знаний про то, как играть и активно, и пассивно, и кемперить, и иногда танковать. По возможности использовать все случаи, ситуации. И скажу вам честно, даже если у вас очень хороший скилл, на этом танке вы через раз будете сливаться в нулину. Хоть играя как тяж, хоть играя как ПТ. Малейшая ошибка, или даже иногда и без ошибок, просто враги вас увидели и поехали просто настучать вам, куда попало, в любую часть карты вас увидели. Вы легкая мишень, все в вас сразу стреляют, упаруются, на вас легко набить урон. Более отвратительного танка я в жизни не видел. Еще и настолько нищего по фарму. Он по факту фармит просто ноль. Он в минус не ушел, уже хорошо. Если вы будете играть на фулл голде, вы реально будете уходить сильно в минус. Если будете играть просто на ББшках, не на голдовых, то вы будете там фармить какие-то нищие копейки. Честно сказать, я на ИСУ-152 прокачиваемый, на ББшках без доппайка, фармил больше, чем на этом танке. На доппайке иногда стреляют немножко голдой. Этот премтанк вообще не про фарм серебра, это просто худшее говно, которое я видел в жизни. На мой взгляд это худший танк за бонды, за голду, за деньги, за серебро, даже за бесплатно. Да, если вы не особо там потеете и не стремитесь каждую катку тащить, а просто там где-то шаритесь по карте, куда-то потихоньку постреливаете, то я вам скажу по секрету, если вы будете потеть, особо ничего не изменится, потому что этот танк мало что может. Ему очень сильно мешает все, что в нем есть. 0 градусов скорость поворота, нулевая стабилизация и огромный размер с нулем брони. Это все ему не дает вообще играть. Танк каждый бой мешает играть, он абсолютно конченый. Хуже премтанка я в жизни не играл. Вот такое мое мнение. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.